давайте заходите лифт пойдемте сегодня покажу как мы с вами гуляем эти надела микрофон очень тяжело его поддевать нужен все-таки микрофон беспроводной так спускаемся вниз и идем в кладовку где лежат наши с вами шлейки пошли ребят там у нас гараж коты нам сюда пошли погода у нас сегодня прекрасная посмотрите солнышко немножко прохладно потому что ветерок так кузюша какает нужно идти убирать здесь с этим очень строго на кузюшек покажите нотик ой как обрадовалась сейчас я уберу так ну что разобрались мы с уборкой берушек ждешь кузюшика пошли гулять решила что мне гулять одной покажу вам свой привычный маршрут думаю что вам будет интересно идем по направлению к озеру жалко что сегодня гор не видно когда начинаешь снимать обязательно хочешь показать горы а их не видно ничего страшного потому что имбискор мы с вами насладимся насладимся нашей прогулкой мирушек исследует территорию кузюшек любимое футбольное наше поле очень хорошо когда тут никого нету вот потому что летом обычно тут больной команды много собачек какие-то устраивают корпоративные истории вот а сейчас такая прекрасная и погода и пустынность в общем все как мне нравится все как я люблю так идем дальше всегда здесь собачек спускаю с поводка да ребят чтобы они могли к коровке немножко попастись вот так вот покушать травку кого кстати собачки также пасутся и кушают травку напишите пожалуйста комментариях какая-то ненормальная история тут вот кстати говоря не знаю вам видно или нет тут вся перебаламученная земля то выходит наши подземные жители копают тут норки всякие кроты кто там еще есть только кротов я знаю честно говоря пошли дальше сегодня утеплилась наверное зря потому что солнышко прям такое печет очень приятное солнышко греет надела шапочку мужа ее отобрала мне муж шапки капюшон и вообще не носит мне самое она она мне по цвету подходит так приятно не колючая я вот кстати шапки не люблю потому что они обычно колючие кого-то увидел к кузишек ты кого-то увиделся наш там никого нет любимый пойдем идем с вами дальше жалко нет стабилизатора дали как это называется все немножко так болтается изображение не знаю насколько вам комфортно смотреть я стараюсь очень очень плавно планете мы с вами двигаемся по направлению к озеру посмотрим сейчас какая там у нас водичка обычно чем прохладнее тем она чище собаки на давайте делаем движение колюшек не знаю кому интересно смотреть на собаки нах но надеюсь что все равно немножко вас это видео расслабит а мне не так скучно будет одно гулять мирушка побрякивает его шлейка кузюшек листиками шуршит кто-то послание оставим да это сообщение вам оставил там ребят пойдемте кузю что главное гадости не ешь все остальное ради бога пошли вот мы с вами выходим к нашему ближайшему озерному пункту да видите гор сегодня совершенно не видно к сожалению кузюшек показывай как ты на пляж хочешь показывали дима да так мирушек нас мирушек обычно любят тут по грязи ходить потом у него чулки коварства до от грязи на ногах отмывать приходится пойдем вот оно наше озеро такое уже видно холодное холодное песочек слышно под ногами камешки песочек все уже такое спокойных оттенков пойдемте скорее посмотрим какая водичка у нас уже работает на камеру так водичка идем 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 слушайте ну чистая вода чистая водичка кузюшек беру спускайся зовешь вот это красота конечно ну чем не умиротворяющие виды пойдемте с вами в лесочек ребята пошли еще какие-нибудь красивые места покажем я вчера была очень рада что у меня наконец кто-то задал вопрос про украшение ювелирное типа там карте бугари и так далее то есть на как бы на тему ежедневный масса явные спасибо в кавычках ювелирки у меня уже так давно подгорала эта тема так давно накипела что у меня потоком выдался ответ меня дико раздражает это вот мода на то что женщины девушки тратят какие-то неимоверные суммы на то чтобы у них на руке был вот этот обязательный обвес что постоянно нужно что-то еще до что ты купил какой-то гвоздь например обычный карте золотой и следующий этап у тебя будет с бриллиантом с одним например да там вот по кромочке когда ты наконец накопил вот этот этот браслет с небольшим количеством бриллиантов следующие то уже бриллиантовый прям повыя активная потом гвоздь побольше потом это потом ты приходишь на браслеты love и так далее и бесконечный процесс но при этом себестоимость вот этих украшений то есть затраты которые ложатся на плечи кортье булгари ну возьмем да карте и булгари вот это вот гвозди змеи там не знаю love они минимальные потому что там мало золота золото это царапается то есть браслеты очень быстро теряют свой товарный вид и меня дико это раздражает и плюс ко всему вот здесь вот сколько ты не гуляешь ну ладно вот где мы живем хотя здесь есть очень такие приличные дома но даже когда мы куда-то ездим в горнолыжные курорты быть очень много таких обеспеченных по-настоящему людей действительно old money как-то модно сейчас говорить поверьте вот я не у него ни у одной из этих там не видела вот этого вот вязательного обвеса на руке я не видела биркиных келья и так далее максимум что я могу на них увидеть это какой-нибудь там сатуар как это называется правильно серебряный эрмес очень такой непритязательный и сумку эрмес но так умение минимале пусечная так ребятушки где потерялись мы тем временем идем по лесочку нашему любимому да зайка моя бежать ножками топ 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 скажет топ 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 иит малыш топ 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 иит малыш так раз будете верёжкику направо идём пойдёмте направо Не будем показывать, как Кузюшка писает, это какой-то ongoing process. Калимир, веди себя нормально, не поссорь моему на камеру, ладно, Калюша? Пошли. Как у нас красиво, посмотрите. У нас, кстати говоря, срубили дерево, посмотрите, пенечек остался и какой-то местный умелец вот такой вот вырезал из дерева белочку. Ее все наши местные очень любят. Так, хватит есть траву, пошли, ребята. Всегда много-много разных звуков, аисты летают, лисички бегают, ёжики шуршат, там вот какое-то что-то типа болотца, и там очень много всяких лягушечек, про птичек я вообще молчу, тут прям чаще-чаще, да? Главное не потеряться моим собакам. Пошли с Ушалкиной мамины, пойдемте. Я в любимых кроссовках, и впервые в мир, я в них хожу. Пошли лучшие друзья. Вот, и, в общем, возвращаясь к вопросу об украшениях, я просто неравнодушна к украшениям, мне это очень нравится. И в том числе брендовые украшения мне тоже нравятся, но не заезженные, да, и, скажем так, чуть не неузнаваемые. Более того, здесь, в принципе, не принято их носить. Это очень странно, но это так. И это очень классно, мне это очень по душе. То есть даже куда-то в ресторан люди вряд ли что-то наденут. Хотела птичек показать. Птички уже улетели. Так, бегуна пропустили, пошли. Так вот, в общем, даже куда-то вот на выход вряд ли что-то здесь будет надето. Реально мне нравится вот эта тема, что здесь украшения, да, люди показывают, демонстрируют их только в своем кругу, в кругу людей, для которых это нормально, это недорого. И это не шокирует, да, то есть ты это надеваешь не с целью кого-то поразить своим неземным богатством, непонятно, как заработанным, а просто, ну, потому что, как бы, это твой уровень нормы, как принято сейчас говорить. Вот. А в повседневной жизни никто никого ничем не шокирует. Ой, плюк, плюк. И это здорово, потому что, как я уже много-много раз говорила, в Швейцарии мне безумно нравится, что по человеку непонятно, миллионер он, да, или бомж. Ну, бомж это, конечно, утрирует, но вот смысл такой. Так, гуляем дальше. Видите, как здорово, показываю вам свой ежедневный маршрут. Так, когда я буду говорить вам, что пошла гулять с собачками, да, или наоборот, вернулась с прогулки, вы будете представлять, уже знать четко, где я гуляю. Тут безумно-безумно у нас красивый уголок. Посмотрите, припаркованные лодочки. Какое-то плакучее дерево. Ой, и вот такая вот открывается глазу красота. Да, собачки? Такая вот красота. Гор вообще не видно. Слушайте, как такое может быть? Листики плавают. Что вы там делаете? Шакалите, пока мама не видит, да? Шакальствуете? А потом скажи, животик будет вертеть. Завертит животик. Азюшек, пойдем с нашим. Абсолютно то же самое тут с одеждой, с часами и даже с машинами. То есть даже если ты зарабатываешь очень-очень много денег или у тебя просто очень-очень много денег. Пойдем, мой любимый, пойдем. У тебя там козюшек бежит. То ты не ездишь на каком-нибудь гелике. Мирушек, листик пристал? Сейчас я уберу. Ты не ездишь на гелике. На, не знаю, там, на... На чем у нас там принято? Ездить на всяких Роуз-ройсах и так далее. У тебя простые какие-то машины. Иной раз прям даже абсурдно простые. Вот. Кузюшенька, пойдем с нашим. И при этом у тебя, может быть, в коллекции, да, в гараже стоят несколько улдтаймеров. На улдтаймеров, простите мои, согласования. Пошли, ребят. Вот. На которых ты там раз в год собираешься вот на это вот мероприятие, на которое я вас с собой брала. Где улдтаймеры разной машинки. Вот. Или куда-то красиво летом выезжаешь. И это тоже мне очень-очень нравится. Вот здесь вот в швейцарском образе жизни. И опять-таки вот мы с мужем куда-то выезжаем, куда-то выходим. И в рестораны, и в отели, да, куда-то здесь местные. И поверьте мне, вот местные жители швейцарцы, да, они очень-очень скромно всегда одеты. Очень приветливо себя ведут. При этом, да, четко знают, с кем они будут общаться, с кем нет. То есть общаться будут, в общем-то, только с ровней. Как бы там ужасно, да, это не звучало, но это так. Ну вот. Тут такие консервативные, закрытые. Но приветливые и очень улыбчивые. Причем такая у них улыбка, мне кажется, достаточно искренне. Кузя, что ты прям на воздух куда-то писаешь, непонятно куда. Это у нас вот птичий остров, как птичий заповедник. Активно за ним слетят, ухаживают, целая служба к ним приставлена. Вот, там такие домики показывают, крохотушечные. Там активно плодятся птички. Так что эта погода как-то портится. Не замечаете его, мне кажется, портится. Пойдем с лакомера. Вот, тут вот можно за птичками понаблюдать, полюбоваться. Сейчас, конечно, их не так много. Но все равно лебедюшки, какие-то уточки. Кто-то плавает. Так. То есть от пакетики. Чтобы за собачками убирать, если вдруг забыли. Но у меня от пакетики всегда с собой. Такие вот домики. Крохотные какие-то, рыбацкие. Мне кажется, такой летний вариант. Сюда приезжают, наверное, чтобы рыбачить, чтобы покупаться. Я тоже не знаю, какое там утопление, честно говоря. Не знаю, как там с канализацией. Но, тем не менее, тут тоже лавочки. В прошлом году нам их обновили, поставили новенькие, чтобы можно было спокойно сидеть и смотреть за птичками. Вот тут постоянно такие стоят таблички, на которых написано, кого здесь можно увидеть, кого тут можно встретить. Вот этот домик, он как раз принадлежит организации, которая за этим птичками слетит, которая о них заботится. Такой живописный, какой-то немного джунглевский, да, такой домик. Мы с вами идем дальше. Пойдем, Кулюш. Такой вот здесь черно-красный шалейного типа домик. Он мне очень нравится. Такой симпатичный. Немножко побольше, чем другие. Такие, снова выглядывает солнышко. Вот эта птичка, кстати говоря, недавно к нам прилетела. Такие крохотушечки бегают по пляжу. Смешные, такие на длинных лапках, такие так-так-так-так, как из фильмов, да, или как из каких-то программ про дикую природу. Кстати, я вот тут недавно размышляла, когда готовилась снимать этот ролик, тоже про украшение, кто о чем, и все о своем. И я подумала, что вот если бы я выбирала какой-то бизнес, то я бы с удовольствием создавала бы украшение, ну, такое нечто среднее между бижутерией, да, и ювелирным украшением. Потому что я никогда не знаю, вот, например, серебряное украшение, это бижутерия или это уже ювелирка. Вот, потому что со вкусом все в порядке. Плюс у нас есть контакт, скажем так, в одной из древнейших, старейших ювелирных мастерских итальянских. Вот, и я вот что-то прям задумалась на эту тему. Кто знает, вот. Идем с вами дальше. Здесь вот у нас самый большой домик находится на конкретно этом отрезке побережья. Очень красивый, но очень открытый. У него даже получается, что он никогда, вот, окна не заштоврены. Поэтому прям активно видно, кто там ходит, кто что делает. Как-то это не очень приятно. Вот. Все-таки хочется какой-то приватности. Посмотрите, как окрасились уже золотом деревья. А вот там, вот на вот этом дереве растет хурма. Представляете, как здорово? Растет хурма. Мирушек, пойдем дочером. Тут питьевая водичка. Пусто-пусто, посмотрите, как хорошо. Ой, солнышко греет. Кузюшка довольны. Начали у нас строить шалаши на пляже. Это какая-то непонятная совершенно мне местная традиция. Тут всякую нанесенную прибоем вяку убирают в основном только в купательный период. А когда осень, зима, ранняя весна, все это валяется. И по пляжу очень тяжело ходить. Вот как раз поэтому мы сейчас идем по дорожке. Посмотрите, какие красивые цветочки. Ну вот, и в общем, из тех палок, которые люди находят на пляже, то почему-то они строят такие шалаши. Особенно это модно. Я помню, я вышла 1 января погулять. И вот я увидела, что люди активно этим занимаются. Прямо такое у них любимое занятие. Я спрашивала у местных, что это означает. Может быть, это какие-то, знаете, на счастье, на удачу. Нет, просто вот людям, мне объясняли, им нравится строить. Встретили дружочка, Мироша, да? Скажи привет, дружочек. Да, ранняш? Пошли дальше. Нас в клумбы посадили такие уже осенние и зимние цветочки. Тут очень слетят за тем, как пострижены густики. За тем, как цветочки растут, как они все ухожены. Так, там еще один шалашик, можете увидеть. Сейчас он из-за дерева выглянет. Вот он там. Шалашик. Вот там огромный какой-то шалаш стоит. Смотрите. В общем, большая-большая загадка швейцарская. Так я до сих пор ее не разгадала. Так, здесь вот находится самый-самый, честно говоря, некрасивый дом. Прям очень некрасивый. Находится дом владельца нашего спортзала. У нас как и спортзал, честно говоря, отстойный, так и дом у него, мягко говоря, не очень красивый. Козюшек, пойдем обратно за наш. Пошли. Пришлось повернуть обратно, потому что увидели собачку там с очень неприятным хозяином. Он какой-то прям такой бука-бука. Я вот... То есть у меня собаки маленькие, они, конечно, гавкают. И я знаю, что это может раздражать. И вообще приятного в этом мало. Давайте, ребят, на секундочку от машины спрячемся вот сюда. Вот. И... Но он прям бука-бука. Просто мне кажется, когда... У тебя есть собака, ты как-то должен быть более добрым человеком. Вот у меня, видимо, какое-то такое глубокое заблуждение. Очевидно, что это не так. Я его стараюсь обходить, потому что каждый раз, когда собаки начинают гавкать на него, большую собаку, у меня прям весь мой уровень энергии и позитива за день, он куда-то сливается. И вообще я вот думаю, знаете, вот есть люди, которые встречаются тебе на пути, и они тебе настолько повышают настроение, настолько заряжают тебя каким-то светом, теплом, да, чем-то добрым. А есть те, которым прям нравится вот эту твою энергию, наоборот, куда-то в унитаз слить. И при этом они же сами тоже от этого страдают. То есть они как бы, как-то твой, как сказать, твой дух, твое тело производит вот этот вот какой-то всплеск негативной энергии. Ну, конечно же, это не приносит тебе никакого здоровья, счастья, какой-то гармонии, спокойствия. То есть они предпочитают. Пошли, ребят, все не предпочитают сами пронегать тебя, прям вот специально тоже куда-то туда завести. И почему? А вот не знаю. В общем, я к тому, что я очень стараюсь быть человеком другого порядка, скажем так, который даже при мимолетной встрече с кем-то, да, старается поднять настроение. Может быть, улыбкой, может быть, взглядом, может быть, комментарием, да, это же настолько важно. И всем тем, кто такой же, я безумно благодарна. И каждый раз вот перед тем, как лечь спать, я вспоминаю, что хорошего произошло за день. И эти люди обязательно в моем, скажем так, списке. Так, мы бежим дальше. Ну, как дальше? Обратно домой. Гуляют приятные пары. Пошли, ребят. Пошли. Пойдем, Кузюша. Пойдем, верюшки. Расскажи всем моим собачкам. Умиляются. Говорят, это что за порода, что за красавцы у вас тут такие. Это, кстати, тоже очень приятно. Такое вот внимание, ни к чему не обязывающее, ничего вам не стоящее, а очень повышает настроение. Руняшек, посмотри на меня, скорее, знаешь. Руняшек. Не, Руняшек, когда гуляет, ей очень важно на меня периодически смотреть. Но, естественно, когда снимаю, она не смотрит. А так я даже, когда мы гуляем, например, еще с мужем, я ему всегда говорю, что Руняшек будет на тебя смотреть. Пожалуйста, тоже смотри на нее в ответ. Ей очень важно. Кузюшек у нас не такой. Кузюшек, он для того, чтобы контролировать, что ты не потерялся. Он просто смотрит тебе на ноги и голову высоко не поднимает. И так он все, все ему видно. Так, завалили горизонт. Тень прожит не зря. Там поле и пчелоферма. Не видно, но, в общем, там вот и находится. Дедушка. Боже. Все такие вежливые, все здороваются. Что, красавцы, мамины, вы где потерялись? Очень не люблю, когда они у меня сзади где-то плетутся. Я только подсок у нее копыт, слышу, что они там. Давайте посмотрим на птичек немножко. Ой, как живописно. Ой, как красиво. Посмотрите. Так, что-то птичек не так много. Красота. Мирушек, а ты куда собрался, Заюшек? Купаться в озере ты пошел? Или куда? Шушелка. Ну что, все гадости собрали. Пошли, ребята. Видите, какое там небо? Думаю, может, дождик пойдет. Вообще, обещали во второй половине дня дождик. Пошли, ребята. Под дождик совсем не хочется попадать. У нас и так дождик был сколько уже месяц. Наверное, такое впервые, что реально где-то на протяжении месяца, каждый день дождь. И я, несмотря на то, что, в принципе, интроверт, я люблю сидеть дома. Мне это приятно. Мне приятно, когда, например, за окном идет дождик. А я сижу дома, пью чаек. Ой, подождите, дружок. Бамби. Кейчи. Бамби. Чего, попу? Паси, биби. Паси, биби. Так вот, несмотря на то, что я интроверт, мне все это по душе, но как-то даже моя шкала интровертизма дала сбой, и я, как только солнышко выглядывает, меня прямо с улицы не выгнать. Давайте мы с вами немножечко пальмы растут. Смотрите, поближе к дому просто подойдем, там еще побегаем немножко. Но главное, что если начнется дождик, мы с вами уже сможем быстро добежать до дома. Такая красота, слышно, как лебеди пьют крылышками по воде. Камыши, или как это называется, не знаю. Ну, что-то типа камышей. В этом домике очень милая собачка живет. Сейчас ее нету, а то иногда она видит, что мы гуляем, подбегает к собору, и вот они с моими собачками общаются. Гор все еще не видно. Пошли, Калюка, пошли. Так. Бежишь, собаки ведь, мамин? Как всегда, у нас много велосипедистов, у нас очень много бегунов. Все такие спортивные, все большие молодцы. Катюша, пошли. Давай, 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 пошли. Пойдемте. Кто такой бегунок у маминка? Все, большой бегунок. Такая вот у нас с вами получается прогулка, очень приятная. Надеюсь, что вам понравилось со мной гулять, если такой формат роликов вам заходит. Буду снимать почаще. Так, вроде как, знаете, идешь и с кем-то болтаешь, потому что со мной есть такой грешок. Я очень люблю разговаривать слух. Сама с собой. Потому что здесь народу, в принципе, не так много. И редко кто на себя, знаете, так странно посмотрит. Но иной раз я забываю, что все-таки люди вокруг могут быть и смотрят на меня так себе. Да, Кузюшек? Тут у нас какой-то центр сообщений. Тут у нас Мергородская лужа. Всегда грязно. Всегда. Так, ребят, ветер поменялся. Уже холодает, я чувствую. Видите, какое течение? Листики плывут, 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 плывут. Открытое озеро. Так вот такие звуки там издают непонятно. Пошли, коты. Потихоньку будем сами возвращаться домой. Ну что, я вас всех искренне благодарю, что вы со мной погуляли. Спасибо большое, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны по какой-то причине. Мы с вами увидимся уже очень-очень-очень скоро. Мы на новом видео. Хорошо погуляли. Хорошего вам вечера. Спокойного-спокойного. Добрых сказочных снов. Я вас крепко обнимаю, целую. Ваша Маша. Пока.